КОНЕЦ КОНЕЦ Идюшка, клею! КОНЕЦ 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 Дядька, глянь! Тачка едет! Не трой собаку! А как колоку свалит? Там, там, там! Громче звали, громче! КОНЕЦ КОНЕЦ До баловаться? КОНЕЦ Впедюшка, без меня не баловать! СТУК КОНЕЦ Поехали! Поехали! Каштанка! 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 Где тебя носит треклятая? Ищи за мной! Заказчики Луки Александровича жили ужасно далеко. Так что прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по несколько раз заходить в трактир и подкрепляться. Побывав у заказчиков, Лук Александрович зашел на минутку к сестре, у которой пилы закусывал. От сестры пошел к знакомому переплетчику, от переплетчика в трактир, из трактира к куму и так далее. Ты, Каштанка, насекомое существо. И больше ничего. И супротив человека, ты все равно что платник супротив столяра. И... Каштанка не выносила музыки. Она расстраивала ей нервы. К великому ее удивлению, столяр вместо того, чтобы испугаться, заезжать и залаять, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал как козырёва. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка, не помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. Когда стало совсем темно, Каштанкаю овладели отчаяние и ужас. Целодневное путешествие с Лукой Александровичем утонили ее. Уши и лапы ее озябли. И к тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей пришлось жевать только два раза. Покушала у переплетчика немножко клейстеру, Да в одном из трактиров, около прилавка, нашла колбасную кожицу. Вот и все. Хина! Ты откуда? Я тебя ушиб? О, бедная я, бедная. Ну, не сердись, не сердись. Виноват. Что ж ты скулишь? Где твой хозяин? А? Должно быть, ты потеряла, сок бедный песик. Что же мы теперь будем делать? А ты хорошая. Ты смешная. Совсем лисица. Ну, что ж, делать нечего. Пойдем со мной. Может быть, ты не сгодишься на что-нибудь. Не больше, как через полчаса, Каштанка уже сидела на полу в большой светлой комнате. Однако, плохо же кормят тебя твои хозяева. М-м-м. Какая ты тощая. М-м-м. Тоже. Да кот. Эй, ты пес. М-м. Х-ф-ф. А-а, вот. Ложись здесь. Спи. Х-ф. У-у-у. Каштанка осталась одна. Неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александровича, его сына Федюшку. Каштанка! 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 Когда Каштанка проснулась, было уже светло, и с улицы доносился шум, какой бывает только днём. В комнате не было ни души. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал незнакомец. Она нашла, что сапоги и одежда незнакомца очень пахнут лошадью. Каштанка почувствовала странный, очень подозрительный запах. Это что такое? Что это значит? На место. Федор Тимофеевич, это что значит, а? Драку подняли? Ух ты, старая канария! Ложись! Два новичного места. Ну ладно, ладно. Надо жить мирно и дружно. А ты, Рыжик, не бойся. Это хорошая публика, не обидит. А, постой! Как же мы тебя звать будем? Без имени нельзя брать. Вот что. Ты будешь тетка. Понимаешь? Тетка. Тетушка. Тетка. Тетка. Шпырый тетка. Каштанка стала наблюдать. Кот делал вид, что спит. Судя по выражению морды и усов, он сам был недоволен, что погорячился и вступил в драку. Гусь продолжал говорить о чем-то быстро и горячо, но крайне непонятно. Очевидно, это был очень умный гусь. Иван Иванович, Погалкин. Ну, начнем с самого начала. Прежде всего, поклонись. Так, и сделай реверанс. Иван Иванович, реверанс. Живо! Так, так, молодец. Теперь умри. Умри. Так. Караул! Пожар! Горим! Караул! Караул! Па! Па! Ну, 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 молодец, ты, молодец, Иван Иванович, ты, молодец. Теперь представь, что ты ювелир и торгуешь золотом и бриллиантами. Представь теперь, что ты приходишь к себе в магазин и застаешь в нем боров. Как бы ты поступил в данном случае? Так, молодец. Так, молодец, Иван Иванович. Браво, мру, молодец. Тетя, на место. Получай. Марья! Марья! Позови-ка сюда, Каврони Ивановну. Иди, иди, Каврони Ивановна, работай-ка. Ну-с, мы начнём с египетской пирамиды. Иван Иванович, мы зайдем поближе. Вот, ещё ближе. Так, теперь присядь. Так, ну. Держи, держи, держи. Так, Лёдка, молчи. Фёдор Тимофеевич, пожалуйста. Внимание. Раз, два, три. Живо, живо, вот так, молодец. Молодец. Почтеннейшая публика, перед вами египетская пирамида. Не спи, Фёдор. Ну что ты будешь? Ну что ты будешь? Прошёл месяц. Кашпанка уже привыкла к тому, что её каждый день кормили вкусным обедом и звали тёткой. Привыкла она и к незнакомцу, и к своим новым сожителям. жизнь потекла как по маслу обычно вечерами хозяин уезжал куда-то и увозил с собой гуся и кота оставшись одна тетка начинала грустить когда думаешь о еде то на душе становится легче и тетка стала думать о том как она сегодня украла у фёдора тимофеевича куриною лапку и спрятала ее в гостиной между шкафом и стеной где очень много паутины и пыли не мешало бы теперь пойти и посмотреть целая это лапка или нет очень может быть что хозяин нашел ее и скушал тетке приснился собачий сон будто за ней гонится дворник с метлой тетка раньше никогда не боялась потёмок а теперь почему-то ей стало жутко и захотелось лаять что ты кричишь ты больно ах я теперь вспомню я знаю от чего это это того что сегодня на тебя наступила лошадь боже мой боже мой что же нам делать ах боже мой что же нам делать тетки и коту шутко было оставаться в потёмках и они пошли за хозяина бедный иван иванович а это мечтал что весной повезу тебя на дачу и буду гулять с тобой по зеленой травке милые животные хороший мой товарищ тебя уже нет как же я буду теперь обходиться и по его щекам потекли блестящие капельки такие бывают на окнах во время дождя когда совсем расцвело тетка пошла в гостиную и посмотрела за шкаф хозяин не скушал куриной лапки она лежала на своем месте в пыли и паутине но тетке было скучно грустно и хотелось плакать она даже не понюхала лапки это ты талант талант несомненный талант я сделаю из тебя артистку понимаешь артистку ты хочешь быть артисткой а ты положительно будешь иметь успех может быть ты тетушка и заменишь нам покойного ивана ивановича и он стал учить ее разным наукам талант несомненный талант в один прекрасный вечер хозяин вошел в комнату ну-ссс сегодня я возьму с собой тетку и Федора Тимофеевича в египетской пирамиде ты тетка заменишь сегодня покойного ивана ивановича чёрт знает что ничего не готово не выучено репетиций было мало тетка через минуту тетка уже сидела в санях около хозяина сани остановились около большого странного дома похожего на прокинутый супник людей было много часто к подъезду подбегали и лошади но собак не было видно тетка увидела громадную плохо освещенную комнату полное чудовище из-за перегородок и решеток выглядывали страшные рожи лошадиные, рогатые, длинноухие и какая-то однотокстая громадная рожа с хвостом вместо носа и двумя длинными обглоданными костями торчащими изо рта и 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 КОНЕЦ 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 Сейчас выход мистера Беллы, после нее вы. У тетки забестрела в глазах и в душе. А белолицей мешковатой фигуры бахла хозяином. Голос у него был тоже знакомый, хозяйской. Но бывали минуты, когда тетку мучили сомнения, и тогда она готова была бежать от пестрой фигуры и лаять. А сранимся? Провалимся! А вот и я! Тетка, да не бойся, это я! Ты не узнаешь меня, а? Нет? Ну чего ты скулишь? Ну чего ты скулишь? Неужчетка! Ух! По губам и по рукам хозяина было заметно, что он волновался. И тетка слышала, как дрожало его дыхание. Иди, тетка! Иди, тетка! Месье Жош, пожалуйте! А вот и я! 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 А где я ниже, Бублика? Нет! Я только что с вокзала! Да! Ха-ха-ха! У меня умерла бабушка! Ха-ха-ха! И оставила мне на сердце! Вот! 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 В спадании что-то очень тяжелое! Очевидно, золото! А вдруг здесь налево! Сейчас откроем и посмотрим! Дедушка! 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 Милый! Вы, тетушка, посидите! А мы с дедушкой по пляшам Комаринского! Ха-ха-ха-ха! Ну, тетушка! Сначала мы с вами споем, а потом попляшем! Хорошо? Ну, тетушка! Дядька! Дядька! А где-то Каштанка! Каштанка есть? Каштанка! Дядька, это наказал Каштанка! 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 Дядька, ты куда? Ты куда? Дядька! 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 Каштанка! Тетка! Тетушка! Вернись! Поставься! 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 Она есть! Поставься! Вернись! Вернись! КОНЕЦ Спустя полчаса каштанка шла уже по улице за людьми, от которых пахло клеем и лаком. Каштанка! Ты, каштанка, недоумение. Супротив человека, ты все равно, что плотник, супротив столяра. Рядом с Лукой Александровичем шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ним. И радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова